Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В Женеве в поддержку Армении и Арцах организовано многолюдное факельное шествие. Азербайджан начал обстрел Степанакерта на рассвете. Госдепартамент пригрозил Турции серьезными последствиями, если она испытает С-400. Азербайджанские мужчины бежали в горы и леса, скрываясь от мобилизаций. Искатели сокровищ ограбили историческую церковь в Западной Армении. Сегодня день памяти великого армянского писателя Аветика Исаакиана. В Женеве, одном из крупнейших городов Швейцарии, было организовано многолюдное факельное шествие в поддержку Армении и Арцаха. Ряд граждан и депутатов Западной Армении также принимают активное участие в демонстрациях. Участники марша прошли от Дворца Уэльсона до Дворца наций, где находится управление ООН по правам человека, скандируя Арцах, Армения, мы победим, Алиев, джихадист, эрдоган, убийца. Участники марша также потребовали признания независимости Арцаха. Азербайджан на рассвете 17 октября начал обстреливать Степанакет ракетами. Повреждены жилые территории, по предварительным данным пострадали двое гражданских лиц. Об этом сообщает омбудсмен Республики Арцах Артак Бегларян. К счастью, люди были в укрытиях и стало возможным избежать больших потерь, отмечает Бегларян, передает Армен Пресс. Подразделения ПВО вооруженных сил Армении сбили два беспилотника противника в воздушном пространстве Республики. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Жушан Степанян. Напомним, что 27 сентября ВС Азербайджана, грубейшим образом нарушив действующие нормы международного гуманитарного права и логику мирного переговорного процесса, по решению конфликта, применив ракетно-артиллерийские средства и авиацию, перешли в наступление на всей протяженности линии соприкосновения. Взяв под свой прицел боевые позиции армии обороны и мирные населенные пункты Карабаха. США надеются, что Турция не поставит российские зенитные ракетные системы С-400 на вооружение. В ином случае ее будут ждать серьезные последствия в сфере безопасности. Об этом ТАСС в пятницу сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортогес. Соединенные Штаты дают четко понять, что, надеются, система С-400 не будет поставлена на вооружение. Мы также предельно ясны по поводу возможных серьезных последствий для наших отношений в сфере безопасности, если Турция ведет в строй систему С-400, отметила дипломат. Больше не то, что присматривается, а издалека видно реальное состояние искусственно созданного государства под названием Азербайджан. Об этом на своей странице в Фейсбук написал эксперт Карену Ванесян. Паника в Азербайджане достигла огромных масштабов. На азербайджанской территории говорят, что армяне должны захватить Генчжу, что Алиев продал ее. Неописуемые панические настроения царят в тылу этой искусственной страны. Мужчины срываются от мобилизации, происходят внутренние столкновения. Эта накопленная атмосфера в конце концов приведет к мощному взрыву. Кстати, мужчины бежали в горы и леса, скрываясь от мобилизации. Женщины лгут, говоря, что их мужья и сыновья добровольно уехали, и они не имеют сведений о них уже две недели. Одним словом, каждая взрывная волна от наших ударов еще больше подрывает основы этого искусственного государства, отмечает эксперт. Историческую церковь в провинции Самсон в Западной Армении разграбили кладоискатели. На стенах церкви были нарисованы граффити. Жители района говорят, что историческая церковь недавно стала местом сбора наркоманов и алкоголиков и требует, чтобы власти приняли меры против таких явлений. Известный поэт, прозаик, общественный деятель, академик Национальной академии наук Армении Аветик Исаакян родился в 1875 году у селе Казарапат, ныне Исаакян, близ Александрополя, ныне Гюмри. В 1889 по 1892 годы учился в Вечмиоцинской духовной семинарии Геваркян Лейцепском университете. Наряду с литературной деятельностью он с ранних лет занимался политической деятельностью. В совершенно невере обещаниям молодотурков об автономии Западной Армении, предполагая, что понтюркская угроза Армении может быть предотвращена имперской Германии, которая спонтировала Турцию, Исаакян направился в Берлин, чтобы вместе с рядом немецких интеллектуалов участвовать в создании немецко-армянского общества. С начала Первой мировой войны геноцид против армян подтвердил мрачные прогнозы Исаакяна об антиармянской политике молодотурок. После войны Исаакян задумался о трагической судьбе армянского народа и его героической освободительной борьбе. Масштабный роман Исаакяна «Устакарон», который, к сожалению, так и остался незаконченным, должен был стать своеобразной панорамой политической жизни Армении и армянского вопроса. «Устакарон» закончился в тот день, когда будет решен армянский вопрос. Однажды, сказал поэт, в 1946 году он получил госпремию СССР. В 1946 по 1957 годы был президентом Союза писателей Армении. А ведь Исаакяна умер 17 октября 1957 года в Ереване, похоронен в Ереване в пантеоне имени Комитаса. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Саакса Акян и Прям Хан. Саакса Акян Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok